Эмбер, да? Против. Да. Или медовый андерлорд против Эмбера. Это еще веселее. Луна керри вообще. Керри луна. Да, набор суповой, конечно, получился. Ауры, 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 ауры. Медовый андерлорд будет, Эмбер оффлейн. Да, андерлорд, Эмбер. Ну, что, антимаг против Эмбера будет стоять? Не против андерлордов? Для антимаг, наверное, даже лучше. Лучше ли для тимбера, не знаю. Андерлорд-то хотя бы стоит. Он крипов сколько должен был убивать, столько убивает. Он просто не напрягает героев. Ну, тогда интересно, какой билд будет у андерлорда. С мидом, мне кажется, там несколько другой геймплей. А учитывая, что тут два прыгуна, наверное, Атос мы все-таки увидим. Хороший слот. Понятно, что андерлорда в центре там Эмбер ничего не сделает ему, но ведь Эмбер тоже будет фармировать. Ну что, андерлорд все равно линию будет заспамывать. Все крипы под вышку к Эмберу идут. Эмбер там будет их ласхитить. Мне кажется... Смотря как он будет стоять, ты же тоже можешь через ауру играть. Стой себе и динай. Ты когда на два вкачал пассивку, у тебя урона там сотка, если не больше получается, когда пачка умирает. Ну, соответственно, ты можешь даже под своей вышкой, ты динаешь именно идеально. Там можно, знаешь, 30 динаев на седьмой минуте иметь. То есть без фаершторма играть ты начинаешь? Ну, типа не максить его на лайне, да. Ну, или типа нет, ну... Ты Эмбера все равно не заспамишь, но это бесполезно. Он потом тебе нужен, фаершторм, чтобы в драке, но на два ауру на третьем взять, это не ошибка ни разу. И этого достаточно. А потом можно вообще про нее забыть долго. Там, вкачать трижды фаершторм, вкачать один раз Питов Малис, возможно, даже ультимейт где-то, хотя его скипают очень часто. Андерлорда я видел последний раз вот команды Ликвид, если не ошибаюсь, в сезоне. Ты, возможно, на тот матч смотрел или даже комментировал. Там играл, по-моему, Зай, и они закончили, ну, безумно быстро. Что-то минут за 25, может быть. Не вспомню, против кого это было. Но там был вынос. Он стоял то ли против Дроу Рейнджер, то ли против, ну, какого-то такого героя, очень тоненького, который чисто руками бьет на линии. Ну, короче, там, ладно, что вспоминать, найдешь и потом скажешь, потому что пока мы увидим явно матчап такой интересный в центре, а не, как обычно, на оффлейне будет стоять Андерлорда, это совсем другая история уже. Коэффициент у нас нашего партнера также имеется на эту карту, друзья. Полтора дают на спаунтим после победы в первой карте, соответственно, после драфтов, да, на этой карте. Хорайзен получает кэр 2.4. Не забывайте про бонус 100% на первый депозит к промокоду DPC. Ждет вон у вас по ссылочке под трансляцией. Залетайте нас, забирайте. Ну да, интересно, интересно распекает Хорайзен. Посмотрим, к чему он приведет. Как это все-таки линия будет в центре стоять? Мамандая на Эмбере поймет, не поймет, так как можно вырулить ситуацию, может быть, как-то повыводить крипочка. Тоже хороший будет вариант. Но потерпеть придется, потому что Эмбер будет терпеть против Андерлорда, Антимаг будет терпеть против Тимбера. Не знаю, как там Дум с Тинни будут стоять. Все-таки 2 милишника на линии против Луны и против Саленсера, 2 рейнджовика. По идее на всех трех линиях и спаунтим должно быть сложно. Вот так, по ощущениям. И надо будет прям прижаться. Антимаг в Тимбера, да, наверное, поначалу непросто будет, потом с третьего и, соответственно, с пятого левела чуть попроще, потому что Тимбер без маны. Возможно, на Тимбере, именно против Антимага, ты обязан покупать Сулринг. В других ситуациях можно воздержаться, а здесь как будто бы must-have артефакт. Ну и Тимбер будет постоянно выкидывать ману до нуля. Вот только если есть возможность что-то скастовать, он кастует, чтобы потом... Ну, эта мана хотя бы эффективной была хоть сколько-то. Ну и дэмбеджа больше не получает от Антимага. Ну да. Когда у тебя маны есть, ты прям порядочно так впитываешь в себя. Когда маны нет, не так сильно пробивает АМ. Хочется на такой линии купить Сулринг. Да, от Сулринга сейчас все отказываются, потому что шмотка слишком дорогая дает не так много за свои деньги. Но конкретно линия против Антимага для Тимбера и вроде как бы Сулринга вообще не обойтись. Потому что Аркейн Буците, по идее, на старте тоже не помогут. Есть нюанс. Ну Сулринг так Сулринг. Блокеры хорошо, конечно, линии осекюрят. Уже даже на Мерси нападают. Неужели убьют? А, на второго нет. Был бы второй уровень, блин, один удар, и это ФБ было бы для АМ. Было бы совсем неприятно. Ну, довольно опасно все равно, да, потому что есть ощущение, что второй уровень сейчас Рейдинг получит быстрее. Стало быть, через какой-нибудь далекий Айс Пасс Антимаг реально нырнет, и Шаман будет умирать. Хикса у него нет, у него только Эзершок, и все. А теперь ничего помочь. Вот, смотри, второй апнули, сразу прыгнули. Красиво. Вот все, как и ожидалось. Они реально быстрее добивали крипов, чтобы апнуть левел 2. И странно, что поняли это Рейдинг, понял это я, но не понял это игрок команды Хорайзен, который стоял и лицом щелкал. Отдал ФБшку Антимагу, что зря. Ождалось, что Антимаг должен потерпеть на такой линии, но нет. Терпеть, видимо, будет команда Хорайзен теперь после этого залива. Ну, до Солринга, возможно. Дальше поглядим. В центре Андерлорд я вижу, вкачал все-таки Файршторм в двойку. Я думаю, что урона ему достаточно. Ну, вот постоянный показатель, вот этот плюс 12 примерно, будет на нем, и это... не так много. На Тонникова разыграли моменты на топе. Файршторм, Солринсера убили, не погиб здесь дом. Далулу еще и там луну погонял чутка. Ну, в центре есть давленькая шторм на Эмберспирит, да, Эмберспирит по лосхитам идет поменьше, но, как я и говорил, да, просто Файршторм заспамливаем, Эмбер под свою вышку будет качаться. То есть, сложно ли это линия для Эмбера? Ну, неприятная, да, потому что ты не играешь здесь на равных, не играешь с позиции силы. Терпимо ли? Вполне. Если так действует Андерлорд, мне кажется, вполне себе линия окей. Потому что под такого Андерлорда никто и не придет. Сложно гангать, когда Андерлорд линию заспамливает постоянно. И поэтому, смотри, разница между ними всего в три крипа. Кажется, Эмберспирит-то более чем устраивает. Интересен билл. Солринсера на первую очередь. Слушай, а тут если подтянется луну, можно и убить. Лоу хп и дум, и тини. Разворачиваются под крипами. Лун дерется под вражескими, но забирает соперника. Попробует против Дума сыграть. А у Дума Регенаура, но это его не спасает. И разбирается здесь в этой ситуации. Господа из Хорайзен два фрага делают. Ну тут надо как-то выбирать ситуацию, чтобы по шансам драться. Вы играете против двух рейншей с огромным количеством урона в два милишника. То есть пока вы добегаете, пока начинаете атаку, вы уже сколько-то урона получаете. Плюс то мощные нюки. Тут вообще нельзя рисковать на этой линии. Тут можно луну нафидить. Буквально там еще одна лишняя смерть или фраг луны просто. И луна уже будет очень большой. Там с ПТ стоять. И у вас просто не будет вариантов против нее на лайне. Фрэйвежок. Попытка атаковать Мерси. Кекс дал через тики. Защитит ли это? Джекирос развернулся. Мог ведь тычку последнюю прописать. Хайт фраг упустил. Легчайший. Это он зря, конечно. А сутая. Начинает стакать сразу же. Шаман не забывает про это дело. Можно сказать, что Радиан начинает линии проигрывать. Удумаю. Удумаю просто. Все очень плохо. Он, конечно, камбэкнет наверняка за счет Диваура, но он ведь его не будет максить. То есть этот камбэк, если произойдет, произойдет он просто не скоро. Произжок опять Мерси. Контр спелл не успевает нажать. Ну, там, наверное, на месте Шадо Шаман довольно легко отреагировать. Так, просто ждешь этой ошибки от антимага. Контр спелл. После этого хекс можно использовать. Нито не торопит использовать хекс сразу. По идее. Так, ну, игра плюс-минус равная. Да, луна за счет, конечно, тех двух убийств. Фрага и ассиста. Топ-1 по экономике. Антимаг все равно держится молодцом. Потому что пока он фармит без БФ. Понятно, с БФ скорость фарма у него увеличится. Неприятно Шаману. За счет ПТ антимаг его всегда будет догонять. И буквально один прыжок ты лишаешься всей маны и ты абсолютно становишься бесполезным на линии. Если ты на линии не стоишь, ты, конечно, тимберу даешь много экспы, но сам ее теряешь. И брать потом неясно. Это четвертая позиция, а не пятая. Прикольно. Андерлог прилетел на ганг. Несмотря на крутой аэволончат Далула. Далул за ним, смотри, поехал. Забавно. Реиграется. Прикольно. Так, самое время, друзья, поговорить о нашем партнере Бэтбум, который предлагает вам 100% бонус на первый депозит. Заходите по ссылочке по трансляции, забирайте себе этот бонус. Ну, а плюс-минус там еще и куча всяких акций прикольных в Бэтбуме есть, особенно в приложении, поэтому лучше пользуйтесь приложением. Промокод DPC, кстати. Не забывайте про него. На Луну атака. Эмбер тоже рядышком. Слейт офис, чейнов пока нет. Приходит Мерси. Луна хочет пожить. Неужели поживет? Там Шеклз от Мерси тоже остановил Эмбера. Никто не погиб. Фантастика. Хотя вроде бы должно было быть такое стопроцентное нападение, да? Но не вышло. Фоню еще этот сапог потерял. И все равно лейник за командой Харайст. Как это, наверное, и должно было быть. Хотя я, наверное, ожидал чуть большего разгрома все-таки. То, что тысячу все проигрывает на восьмой, мне кажется, спаунтим это нормально. Думка обэкнет через Дивауру, через Мидас в будущем. Антимаг опять-таки с БФчиком. Сайленсер на топе все-таки уговорили, и Год Кинг вынужден бежать. Год Кинг на этот раз намного лучше стартует. 1-0-3, когда это не... 0-5-0 с линии, да? Как он выходил. Рона волшебства. Абаманг, да я. Шеклз. Фаерсторм сверху. Да нет, не забрать Десембер, конечно, никак вообще. Он еще и разворачивается, что он делает. Что, бешеный, что ли? Да все правильно делает. Андерлорд неповоротливый персонаж, который вообще догнать никак не может. Он может наносить много урона, но нужны условия для этого. Какая-то фиксация, какой-то герой, желательно там с массовым контролем, чтобы он подходил и бил. Даже Питов Майлис такая билка, которую особенно на первых лвлах легко пережить. Не знаю, Эмбер чуть пошел и умер. Остался в итоге без ремнантов. Слишком агрессивно сыграл, мне кажется. Но Тимбер, несмотря на то, что стоит без маны, со своей задачей то справляются. Он крипов нормально добивает. Когда-нибудь он придет в лов и с маной подерется с удовольствием и против антимага, и против всех остальных. Дум-бедняк это Дум без Мидаса, судя по всему. Вообще причем. Или будет? Нет, все-таки будет. Ладно. Сначала вижу, что Рокейн Бутс у него. Думал, в ауры уйдет. Это тоже недавно где-то был Дум, который купил себе все на ауры. Это не Ашерли играли или против Ашер такой Дум был, не видел? Который купил все ауры, но играл без блинка и не мог даже без блинка и БКБ Дум был. Все ауры купил абсолютно. Пак, Пайп, Меку. Ворваться и кинуть ультимейт свой не мог. Странный, в общем, мне такие не нравятся. Небер Спирит заходит на Сайленс Рэп Чужой Лес, видит, что там Луна качается. Шаман все это время экспу получал. Включил от него книжка и теперь у него шестой левел. Начинает Тимбер прорезать Дремасела, по-моему. Ну, очень хотел Дремасела, как ты знаешь, вытащить все БФ с линии конкретно. Понимаю, что сейчас уже просто невозможно. Тимбер обрел свою форму, обрел свою силу, левел седьмой, с Чакрам вместе уже просто выгоняет антимага. И антимага только половина БФа. Надо найти себе место, где можно получше покачаться. Странно, что телепорт именно на базу сделал, потому что были варианты телепорт сделать на топ или в центр. На топе, кстати, драка там под андерлорда. Тут пользуется ган своей мобильностью за счет, опять-таки, финсгейта. Постоян туда-сюда прилетает. Старает сопернику не давать раскачаться. Ну, пока так и должно быть. Но то, что происходит, это по драфту логично. Поджим крепкий от команды Horizon. И вопрос, смогут ли спаунтим найти возможность вывести своих героев флей. Так, в центре атака на андерлорда. Очень хотелось бы забрать. Хватит ли сил? Тос. Там клоак есть и сейва под вышку. Ну, здорово, с пылой раскидали. Должно хватить, да. Идеально прям все нажали. Просто идеально. И это, конечно, способствует тому, что убийство зарабатывается. Испаунт предстоит очень долго терпеть. Драфт Horizon начнет работать, когда у Луны будет буквально БКБ. То есть сейчас Dragonlance, потом можно сразу прям БКБ купить. И за счет того, что два танка сумасшедших, Луна себя очень комфортно будет чувствовать в тимфайте. В топе получилось забрать вышку, но хоть как-то баланс восстановили. Ну, 3000. Это не супер много. Не-не, это не много. Это реально немного. Дум, Мидас вот себе несет. Тут даже Тини близится к своему блинку. Ну и антимаг. Вот осталась одна часть. Буквально пицел голды и, собственно, появится уже БФ. Это отправная точка к тому, чтобы просто камбэк и даже по экономике. Ну, а команде Харайзин, что посоветовать надо? Ну, во-первых, надо по объектам жестко поработать. Не давать возможности, да, вот так вот фармить топ, допустим, да. Почему верхняя линия фармс? Почему центр на спорте один дышка не снесена? Надо прям максимально урезать сопернику возможности для кача. Тимбер уже к Т2 подходит. Постоянно придется антимагу или еще кому-то на него отвлекаться. Так, Тини в центре. Ну, он очень долго проставил Питов Малис. Вот он Атос. Мы увидели его реализацию. Ну, и самое приятное, это, конечно, за каждого убитого героя Андерлорд получает очень много урона. С таким уроном там и вышки гораздо быстрее будут пушиться. Так, ломается Т1 в мидень и хотят все-таки помешать, но варды стоят. Эти варды быстро уничтожить не получится, они справятся с вышкой, наверное. Не боятся. Боятся еще эти варды уничтожать, потому что герои-то рядышком оказались. Пусть на 3-й не реализовывается. Саблинг. Сайленсер немножко задевался, его убили. На что с Андерлордом? На развороте Пит оф Малис. Атос есть. Убивать Андерлорда будет супер трудно. Вуми с Мидасом побежал драться. Хоть Мидас, так активируй. Активировал Мидас. И в Маманг Даяфорсе, да, Талул тоже здесь. Эволон еще успевает отфикситься Мерси на развороте. И Дум залетел в Андерлорда. Тимбер здесь, но можно накрывать. Ай, спас опять неточный. Это как так-то? Тени разменяли в итоге в Шаду Шамана. Луну уже подтягивается. Надо упекать. Надо упекать. Андерлорд Дум переживет. Джокиро погибает. Джокиро сам виноват. Мне кажется, можно было куда лучше сыграть. Вообще придется десять раз думать, а в кого Дум-то кидать? В Андерлорда или все-таки в Тимбера? Потому что Андерлорд, если он успел в начале драки кинуть два своих скилла, то потом наверное бесполезно Дум кидать в него, потому что Андерлорд уже будет с уроном. Как ни крути какой-то там он успеет получить. Кто-то умрет или крипы умрут вокруг. И он просто будет бить. Да, он не нажмет больше этих скиллов. Там пока кулдауны и так далее. А вот Тимбер это герой, который спамит своими кнопками с минимальными КД. И вот на нем, наверное, Дум смотрится предпочтительнее. Тимбер вообще топ-1 против антимага постоял. Так, далул. Нашел Гана. Ну-ка. За Дум не убили. Попробую так забрать. Вот Жакира хорошо раскастовывает сейчас. Во-во, магии, магии. Вливаем, вливаем. На самом деле Андерлорд просто и утит. Невозможно. Контроля хватает. Здесь один. Хороший фраг. Очень важный, очень нужный. Так, ну, фраг на Андерлорде. Как-то антимаг фармит стаки. Более-менее. Ну, давайте посмотрим по кафам, что у нас сейчас. 2,7 на спаун. Тим 1,4 на Хорайзен. Не знаю, друзья, не знаю, как тут будет дальше игра складываться. Знаю только то, что 100% бонус на первый депозит ждет вас у партнера Бутбум. Ссылка есть под трансляцией. Залетайте, регистрируйтесь с промокодом DPC. Надо просто фармить спаун и не изобретать ничего. Ввязываться в драки против Тимбера Андерлорда это плохая затея. Мне кажется, у них, ну, в принципе, если они нападают не первыми, то Тимфайт слабее сейчас. Особенно учитывая, что там еще и Сайленсер есть, до которого у Эмбера возможность будет добираться только, когда он купит себе БКБ. Вообще, это еще и бедный Эмбер, да, получится, который не покупает себе молнии первым артефактом. Ну, тут и так два жадных героя, которым нужны деньги. Верхнюю башню сил света атакуют. Верхняя башня сил света атакуют. На лону снизу. Комментальный глобал. Ну, не так плохо, если Тиме выживет, что ли, лолу, Тиме хотя бы убили. Разменять Тиме на глобал в данной ситуации мне кажется вообще окей. На той, андерлорд может вновь вернуться. И на антимага напасть на антимаг не чувствует проблемы. Питов Малис, контурспелл и его просто съедает. Не прочитал этот мув, Dream Assel, что вот так быстро могут сыграть ребята. Ндерлорд молодец в том плане, что ульт не стесняется использовать. Часто этой авилкой ну, просто пренебрегают, забивают на нее, качают очень поздно и уж тем более редко нажимают. А здесь нет, здесь просто есть возможность кого-то пойти засейвить или наоборот напасть. Сразу же этой возможностью пользуются. Там ведь важно еще понимать, что забор этот, ворота эти, вернее, дают очень приличный баф на снижение урона. По тебе. Надо не забывать в него заходить. Так, попытка забрать Гана сейчас, не знаю, сложная цель. Тинни прыгнул, в итоге контратака пошла, Мерси никто не сбивает сетку, и Тинни погиб. Ну, хотя бы забрать шамана в ответ, наверное, потолок. А вот так через Doom можно попробовать и с Тимбером разобраться. Ну вот, Тимбер горит, он беспомощный, абсолютно, Малли здорово. Подержать, поддержать, Тимбер Спирит, он вообще не может оттуда выбраться, и остался. И прилетел Бим от Луны, которая успела подойти в драку. Теперь ультимейт, получился, ультимак со спины просто даблкил нарезал. И Луны, луны, таскайте, там БКБ нажимается. Айспас нужен, айспас какой-нибудь после БКБ. ну так тоже можно. Додкинг понял, чем пахнет, что здесь просто кайти, сейчас его разведут, и он умрет. Поэтому единственное, видим правильным решением, его ситуация была вот так. Прикольно. Ну, такая драка, да, где команда Харайзен должна была, собственно, подтвердить свое величие в этой карте, свою инициативу, выиграть замес, ну и, собственно, уже там вести порядочно, так чтобы соперника шанса на камбэк было минимально. Но здесь драка прошла плюс-минус на равных, более того, антимак много заработал, а после этого фрага вообще кажется, что без шанса выиграли замес. Антимак 3 киллая сделал суммарно. Это очень много. У него уже есть бейт, Яша и антимак... Ну, такой антимак может догнать Луну. Наверное, антимак все-таки на дистанции фармит даже побыстрее, чем Луна. Эндерлорд Смита, который так хорошо начал уже шестой по экономике. Ну вот не знаю я реально, что в миде нужно собирать. У них нет аур, получается, да? Тимбер же без аур играет. Да. Только Лотас купил себя. У них вообще ничего нет. Ни грибсов, ни пайпа. Я думал, он хотя бы пайп себе дособирает. Там ведь есть герои, против которых пайп лишним не будет. Это Джакиро Тини, как минимум. Но все равно, как бы ты не пытался андерлорда одеть в какого-то физдопейсера, да, в надежде, что он будет руками разваливать, все еще проблема фиксации соперника и проблема неповоротливости андерлорда, она ну никак не решается. Тут не хватит слотов, чтобы купить все, что ты на нем хочешь. В общем, сложно очень. Так, на топе антимага ловят. Добить антимага серьезно пропили. Банта убить, убить, убить. Упитов Малис шикарный, конечно. Не уйдешь просто против антимага, так классно работает, пока бы это поможет. Он поставился быстро так в БКБ, но только после башера, еще не скоро будет. Ну и гнать остальных, да, гнать остальных. Думка и фрегенится есть Мека, двоих забрали. План перехват. Ой, и успели еще и Дум успеть. Ганн. Слушайте, но на андерлорде прямо в центр, конечно, выдает хорошую перформанс. И Джеки Роса заберут, минус 4 на ровном месте. И Реша. Очень крепко. Потенциал героя на максимум используется, хотя его просто очень сложно реализовывать. В итоге Рошан 268 урона было, когда убивали Рошана. Такой в два раза по голове ударит и какой-нибудь Джекира там отъедет просто. Неужели камбека не будет в Геоспаун Тин? Вроде бы здорово держались и драки проводили. Но вот последний тимфайт Иодан и Рошан прям далеко загоняют команду спаун. Сейчас нужно 5 минут снова чилить, снова качаться. Снова фармить. Супер неприятно. Ввязались зачем-то в ненужные драки. У вас ведь нет ничего против Глобала. Зачем в принципе идти куда-то драться? Особенно антимаг. Вот он один раз подошел тогда, когда нужно было, когда там увидел 5 героев лоу ХП, сзади прыгнул, даблкил срубил с них. А что делать, когда ты с самого начала в драку подключаешься? Антимаг слишком маленький еще, чтобы это себе позволять. башер БКБ будет покупать. Ну, допустим. Снизу. Драка началась, в которой тени погиб моментально. Вон, да, я нажал БКБ. Пытается хоть кого-то, какого-то героя забрать, забрать. Главное уйти сейчас на Ремнант назад. Луну, кстати, неплохо прожгнул. У нее опять-таки есть Оегис. Ой, есть замедление. Иллюзия вызвала рановато. Как уйти, Ремнант через секунду. Глобал нажали. О, нет, тут не уйти. Потери опять достаточно большие. Посмотри, что происходит с обжективами после каждого выигранного тимфайта. Или хотя бы просто после пары фрагов. Луна, Эндерлорд. И у Эндерлорда не так много урона на стакана, но сейчас у него цифры больше 300. дэмэджи 350. Ну и что теперь? Т2 ломается Оегисом. Ой. Лагает у них там чё-то. Так, только без лагов. Эту нам ещё не хватало. Ну что, Морталис, скажи-ка мне, а реален ли здесь камбэк? Конечно, реально. Ты прям настолько спокойно говоришь? Ну, типа, камбэк с антимагом я всегда практически вижу. Нет, ну, он немножко не тот герой, против которого антимаг беспомощный. Типа, дроу-ренджер, знаешь, какая-нибудь. Столько я игр уже посмотрел, антимаг выигрывает 15 тысяч, 20, дроу-ренджер всё равно его закрывает. А вот Луна, с ней бороться можно? Ну, андерлорд, вот он, конечно, очень неприятный. Последняя внешняя вышка осталась. А Егис ещё 2 минуты. Наверное, Т2 на топе-то осилят. Вот ХГ или не ХГ ближайшие 2 минуты это вопрос. Я бы на заход на ХГ посмотрел. Да пора был же, наверное. Надо обозначить, обозначить своё превосходство. Если уж не с этим Рошаном, то дальше действительно будет риск выйти в лейт, в самый неприятный лейт с лотами. И вот, поднимается Луна, Тимбер, Андерлорд. Есть Глиф всё ещё. Когда нажимать пока непонятно. Айс, пас, Тини выбросил Луну! Глобал, моментальный клип сразу. Ну, слушай, в размен на того Тини выбили довольно много кнопок. Что дальше? Глиф ещё остался, кстати. Эмбер пошёл. Ремнанд отбрасывает. Ой, дум-дум-дум-дум-дум. Битов Малит зашёл, там Глэйвы работают. Куча вардов натыкана, настакана. Вот, Глиф нажали сейчас, чтобы Т3 посеймить. Прыгаете временем, просто Шаттл Шаман. Ловит Джакиро. Луна первый раз может забрать. Дум! В Андерлорда, который в БКБ. Байбэк Тини, байбэк Джакиро. Андерлорд должны будут забирать Андерлорд. Андерлорд Грифсы получают, его не забрать. Где демидж? Антимаг всё ещё не прыгает. Драку Антимаг пошёл Шамана пилить. Надо добивать Андерлорда. Андерлорд забрали. Антимаг Шамана запил, там Глиммер. Да как так-то? Думу уже потеряли. Луна уходит. Сбили Монавойдом. Ну, хотя бы так. Две жизни выбили с Луны. Хороший Амбул, анчпатимберу минус Сямана. Нету кнопок и... Отбиваются. Отбиваются, спаунтим. Хороший тимфайт дали. Я уж боялся, что продадут вот такой врыв от Думы, когда он кинул в Андерлорда свой ультимейт. Долго не врывался антимагу, но всё ещё не чувствует в себе силы, но вот сейчас ворвался. Ну, вот это похоже на правду, кстати. Это очень похоже на правду. На самом деле важнейший тимфайт выигрывается. Просто это надо как-то повторить ещё разочек. А уже будет легче повторять. Ну, да, понятно, что два байбэка нет уже на саппорт, но антимаг плюс один слот появится, Посильнее будут всё-таки Думы и Эмберспирит. Ну, не знаю, не знаю. Плюс пока возродятся Хорайзен, пока снова там отпушат все линии. Спаунтим сейчас ещё денег немножко заработают. Антимаг уже топ-1 по экономике. Но мне кажется, что спаунтим такую карту уже могут не отпустить. Так-то, так сказать, снизошло на меня озарение. Но я не хотел а вот в начале игры говорить, когда там плохо билетенал спаунтим, но я знал, что Далайта добраться тут можно. Есть чем терпеть. Плюс вижу желание команды спаун всё-таки выиграть. Не всегда это желание прослеживается у команды. всё-таки. Это важно. Им деваться некуда. Победа нужна в лиге. Потому что играют два принципиальных соперника сейчас. Команды без побед и победа прямого конкурента отбросит. Тебя очень далеко. Эмбер зашёл в Питов Малис. Двигаться не может. Вот теперь может. Так, прыжки. Как-то всё как будто намечает. Там показывает, что тимфайт возможно будет здесь. Захват аванпост Horizon. Ну что, готовы спаунтим? Не знаю. Вот есть ли смысл прямо сейчас драться? Можно ещё просто покачаться, посплетить карту. А в Войск глядишь, какие-то бейбэки на саппортах ещё появятся. Это безусловно важно. Неужели стоит прямо сейчас драться? Ну, с Кати купила антимаг, да, это прям действительно пауэрап по сравнению с предыдущего тимфайта. Серьёзный там, уже побыстрее можно будет разобраться с тем Shadow Shaman, который прыгает сюда. Интересно посмотреть, что там даёт наш партнер Bad Boom, но кайфов, к сожалению, я не вижу в лайве, пока закрыто. Вы, друзья, сами можете отслеживать, собственно, коэффициенты, если таковые, будут появляться на карту. Всё это по ссылочке по трансляции. Ну, а промокод DPC удвоит первый депозит. Ваш первый депозит на Bad Boom. Пользуйся деталь акции. Прыгают. Тимбера. Подай спас. Комбо. Дум дал в лотус, но глобал поздно и Тимбер должен погибать. Дорнор полетает на помощь. Форстаф Эмбер до конца. Поймка, что же добивать? Глиммер, как же сейвит? Ремнда до конца. Маманг дай я, добить! Маманг дай я, добить! Добивает, нормально. Дум куда-то залетел не в тот двор. Эклипс минус Shadow Shaman. Неплохо. Shadow Shaman байбэкается. Тимбер прыгнет, монобоит. Молодец! Помог-то. Попадается в Барды, попадается в Шекос. Нужно помочь. Форстафы толкают. Атосы. Аэ, Манта нажимает. Манта нажимает и блинкается. Как же он живет? Ну что, и Дум еще-то вернулся. Шекос опять ловит. Дум, наверное, вернулся зря. Тимбер не может тупить схватку. У него слишком мало хитпоинтов. Джокиру дерется просто до конца. Трипл киллган, ультра киллган. Но суммарно то драка, мне кажется, хорошая для спаун-тима. Да, они четверых потеряли, но соперник потерял тоже четверых. Блбайбек отшел до шамана и антимаг живых остался. Это самое важное. Что дальше? Антимагу по такой игре собирать. Просто башер и обисов. Мне кажется, БКБ. Купи БКБ. Просто купи БКБ. Ты же вообще ничего бояться не будешь. Ты просто пойдешь и убьешь тех героев, которых тебе хочется убить. И не будешь там опасаться этих питов малис. Основная проблема, из-за которой команда спаун вообще умирает или там, да, как-то там не так успешно проводить, как может уже сейчас, это просто питов малис. Что Эмбера это пробивает, когда БКБ заканчивается? Что там остальные герои зайти и выбраться не могут? Антимага это очень сильно мешает. Просто купи БКБ и выиграй. Как я бы сказал, инмейт, просто возьми БКБ и выиграй, лол. Что сложно? Просто не умирай. Просто сломай врагам трон. В чем проблема? Ну, я не верю, что Антимаг эту игру уже проиграет. Вот честно, не верю. Я не знаю, конечно, тут можно как-то очень плохо эти файты провести. Все-таки нет-нет в уме, но и попадает он там в лоту своими ультимейтами. Вообще, может быть, пора бы уже, кстати, купить Аганим. Вот туда. Время пришло. Да, это не на магну себя возить по 10 человек. Так, смок и там, и там нажимается. Прикольно, что смок сперва нажали, а потом Джекер только Сентрик поставил. Так, опа, смок на смок. Будет ли встреча? Клики, клики. Просто в Рошана зашли. И что, нечем прочекать? Шаман поставил Сентрик? Ну, хоть чем-то прочекайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хоть что-то. Какой-нибудь плевочек айс пас. Какая же халява. Просто пробегали и у них без подноса Рошана забрали. Очень странно. А, так они еще... Лол, вы же видели, что вард был поставлен. Нет, это вообще беда какая-то. Они испугались. То есть, они увидели, что вард был на ХК поставлен. Они этот вард видели. Я имею в виду команда с Паунтин. Подумали, что их обходит и будут драться сейчас. Отошли назад, поглубже. Соперник просто Рошана умер. И пока Луна с Аегисом тем более драться не хочется. Я же хочу драку нормальную 5 на 5 посмотреть. но видимо не сегодня. Ну или сегодня но попозже. Сильно позже. Все просто по треугольникам разбежались. Там по 8 человек стоит. Все боятся с места сдвинуться. Ну я в начале этого дня говорил, что проблемы у всех средних команд или ниже среднего всегда будут и были проблемы с реализацией своего преимущества. Вот как правильно распорядиться этим Аегисом, как правильно распорядиться такой хорошей экономикой, чтобы добить врага. Вопрос, на который почему-то у команд постоянно не находится ответа. Сатаник доберет себя Л-21. Не знаю, вот верен или Хорайзен, что они могут позволить себе с этим Аегисом на ХГ подняться. Как будто вот Рошан они не верят. Мне кажется, тоже не верят уже. Слишком тяжело эти файты проводились, что второй жизни Луны как бы ничего не холодно. Хотя, наверное, как раз таки Луна хороший кандидат на то, чтобы пожить два раза. В ДПС все-таки герой прилично. А убивать его тяжело с учетом того, что есть бабочка. Так, заходит. Сразу Толстал. А вот так будет легко, кстати. Луна БКБ сразу нажимает. Надо отойти. Эмбер врывается просто передовую ВКБ Глобал. Тинь уже погиб. Есть бай. Джакира погибает. 2 бая. Где-то мы это уже видели. 2 бая от саппортов. Эмбер. ВКБшка заканчивается. Надо улетать. Антимаг ныряет. Просто Дум тоже. Вандерлорда. Моновой Цаленсера. Разбираемся с Луной. Как можем? Можем плохо. Как же Вуми пробивает. Лун тут с бабочкой не пробивается, друзья. Нашли Эмбер. Эмбер тоже казнили. И... Проигрывается Саладрак от Спаун Тим. Убери только одного Саленсера. Луна не убивается. Луну завкусить не смогли бабочка. Нет попаданий. Нет прокаста. Нет демеджа. Так что, походу, ГГ. Сейчас просто же все линии упадут. Все к этому и идет. Да, 40 секунд не будет трех героев. И... Зная скорость фарма Луны плюс Аегис. Легко можно предположить, что они не становятся на одной стороне. Я все сломаю. Да, да, да. Должны. Ну что, Horizon Team так просто не сдаются. God King. Strikes Back. Ну, другой разговор. 6-2-15. Не падшик все-таки. XD пишет. Shadow Shaman. С чего-то пророфлил. Глиф нажали. Ну, драться нечем. Антимакс тени. Двоем не пойдут. Не могут. Против мега крипов остались в один заход. Буквально? Против луны шутки плохи, друзья. Так, проигрывайте сразу база летит. Может, тогда не будем извращаться и просто сдадимся? Не-не-не. Битву мы должны дать. Ну, давайте. Ладно. Тени. Блинк. О, битов Малис торнул. Тост тут не смог. План был хороший. Реализация так себе. Поэтому быстро накроют за глобал. Пошли хиксы. Что-то шаман по КБшку прыгает. Шекл сдержит оппонента. Подтягивается вся. И спас неплохой, кстати, от Джокера. Сдерживает натиск. Помог Дайяна. Рем. Так, туда-обратно. Луну не забрали. Луну мало хп. Антимаг нырнул. Пробили Луну. Первая жизнь минус шаман Пайбека нет. Эмбер ныряет дальше. Надо под битов Малис не встать. Сразу же начинается глобал. Больно. Больно-больно. Эмбера. Эмбера забрали. Антимаг уводит на себя прицел. Ставится Финцгейт. Антимаг ТП на базу. И просто на базу улетают ребята через Финцгейт. Ну, отбились, да, всеми правдами-неправдами. Прогнали соперника. Но остались, что называется, у разбитого корыта. Все линии пропушены. У вас одна тир-4 только и пустая база. И на что она еще надеется, спаун? Не знаю. Антимага. Сейчас он МКБ купит. У него появится Трустрайк против луны. Тогда победим. У меня для него плохие новости. Что за новость? Он КБ здесь не поможет просто. А что поможет? Хороший вопрос. Я не считаю Антимага суперсильным в очень поздней игре? Тут вроде слоты есть первый по Нетворсу, но насколько же двойка и тройка уступают? Дум, будучи с Мидасом и Девауром, не может попасть даже в топ-4 в Бентворс. Ну, вы бы не самая удачная игра, прямо скажем. Не получается выигрывать тимфайт, не получается качественно реализовать свой ультимейт и драк. Поэтому, да, посредственно, весьма посредственно. Ну, наверное, вопросов особо нет Мамандоя. Он сделал все, что мог. Линия у него была тяжелая, но он вынес максимум из нее. По игре в рай тоже не терялся. Тоже из-за того, что был менеджером по развлечению, много шмоток не нафармил себе. Поэтому с трудом расправляется с аппортами пока в драке. Ну, антимаг, что МКБ, других вариантов нет, то что Рустрайк нужен. Раньше, помнится, было время, когда можно было рапирос тебе прикупить, и рапира давала Рустрайк. Была суперзамена такой вот отчаянной уже стадии МКБшки. То, что и много дэмэджа давал, и опять же не промахивался. Нынче Трустрайка у рапиры нет. Каман, КБшку приходится брать. Просто внезапно ныряют. Шаман, Мерси, БКБ нажал. Эмбер до конца. Айси глобал получит. Бетерки, и БКБ закончился. Вон. Вот это влет. Вот это влет, конечно. Ну и все, закончить. Закончить игру прямо сейчас. Других вариантов уже нет. Тир-4 падает. Остался голый трон. Тут можно просто прайвкликать. Но будут забирать героев. Эмбер хорошая. Антимаг вныряет и добить героя. Одного забрал. Дум. В линку ультимейт, брат. Ну, двуми. Не жалею хорошо, не надо и начинать. Отпрыгивает. Появился сейчас. Ни БКБ, ни Дума, ничего нет. Куда пахнул ультимейт, непонятно. КГВП. КГВП, друзья, один один. Вот так вот. Все-таки камбэк тут не удалось. Шли к этому вроде бы. Шли, 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 шли и не дошли. Тяжело играть вторым номером. Для команд второго Дива, наверное, лучше выбирать стратегии чуть менее зависимые от вашего идеального нажатия кнопок в лейте, от ваших макро доты, да. Как-то больше рассчитывать на то, что в линии там как-то постоите получше. На этих матчапах играть. Да, шанс.